остановился на перекрестке так вроде все делать так так а моток не заводится сцепление выжал жму а он не жужжит у меня внизу живота закрутились все кранкет все нормально было просто остановился просто заглушил двигатель звоню юре сильверу что делать но перед тем как катить он там сделает там такие манипуляции нажми кнопку поработать сцеплением нифига нифига концевичок который на сцепление закоротил я такой думаю ну все сейчас проволоку искать а наш как назло когда надо перши найдешь я лезу туда а концевичок вылез от вибрации он вылез а я его перед поездкой хорошо затягивал и упирал я всего лишь его дожил и он завелся болен красавчик и юра огромное тебе спасибо ты мне подсказываешь ну никогда не бросаешь в виде дружище спасибо тебе огромный он посмотрел колодки сказал normal normal денег вообще не взял я ему 5 лет пыталась суммы там я в кемере change money последние 100 долларов но у меня еще 100 евро на карточки это на обратную дорогу болгария румыния а я прощаюсь побережьем анталии кемер бельгиби юнюк можно сказать что у меня много чего с этим местом связано сам катался отдыхал с ребятами соленкой и как тоже насколько сроднился я с этим участком дороги ну с этой местности мне как-то аж печально я еду и мне так грустнулось даже не хочется уезжать я настолько сильно к этим дорогам к этому месту привык у меня же их родное вдоль и поперек его уже объездил может быть я уже никогда сюда не вернусь почему потому что новые дороги новые направления новые страны хочется еще что-то увидеть ничего страшного если что-то заканчивается то обязательно что-то начинается новое сейчас на север от побережья от города финики я буду углубляться и через 60 километров будут сворачивать на второстепенке все хорошо все отлично все замечательно просто потрясающее мотопутешествие я вам скажу я не ожидал я воплотил свою мечту я увидел турцию многогранную разную но в основном вот и мурашки у меня мир волосы дыбом блин вышел с какой-то ужас не секунды не жалея ни об одном дне мгновение которое я провел в этой стране ты тут такой серьезный гравий протянул до километров я не знаю 160 еще нормально боялся что это все начнется намного раньше еще и грязище как накидает мне блин на вот этого доезжай ты уже давай же отпускаю его отпускают часа 5 визер с утра туха помыл от пыли сейчас опять как ляжет с палец толщиной окей-окей-окей ушки кофор кива и живые ну так неожиданно это все было я как-то не обратил внимание что я плавник это все-таки подтянулся к горам я вам природу снимаю думаю там сейчас такие кадры получатся да сейчас камера все белое а еще и против солнца простите но ты из красиво я еще чуть-чуть катнул время как бы позволяет если там ничего не найду да вот здесь вот но вот этой вот чудесной хвои даже шишки практически не раздавлены и свежих следов автомобиля нет прямо так посреди дороги и за холмиком спрятан и нормально будет и и и очередная разведка местности не знаю вот хочется такой едешь и решили что такая раз и открылась красивая небольшая но поляночка сейчас полянка пыль спалит везде одни булыжники хотя хотя почему бы и нет чему это все рассказы на этот момент у меня уходит достаточно много времени на поиск жилья жилья место для ночевки и там вот я три раза остановился 30 бывает 40 минут туда пошел сюда пошел даже сейчас мотоцикл оставил и дум пройдусь пройдусь прогуляюсь на 10 минут может еще лучше найду посмотрел разведал не все это выдерживаю кому-то это скучно зачем куда зачем ходить вон кемпинг вон отель и все остальное мне любопытно мне интересно для меня это неоттемлемая часть моего путешествия это процесс это шопенек куча говна сухого правда не вонючего расчищаем это процесс из которого складывается общая картинка общие эмоции поздоровались пообщались я сказал что здесь очень красиво ну типа турист хожу снимаю видео он такой окей давать зато когда находишь уже классное место разбиваешь палатку садишься с чашечкой кофе и понимаешь да супер я не зря все это делал не зря все эти мои старания доброе утречко я вам скажу спалось просто великолепно 7 утра я заспался тишина гробовая клос не холодно не жарко не душно влаги нету от полотенца она не влажно нормально солнышко взойдет и будет тут наверно африка надо собираться сегодня с утра пока пил кофе начал прикидывать дорогу домой так как я езжу где-то но около 500 в день это если так вообще валить по-взрослому то как раз мне на неделю хватает я хочу в следующую пятницу вернуться домой поэтому я потихонечку сегодня смотрю древний город тлос и вдоль побережья через фитхи из мир валю на паром через дарданелло ну вот спасибо дружище уступаешь дорогу так я должен приехать где она где она фишет я на . на какой я нафиг . ничего себе вроде на холмик выбрался вообще ничего не вижу в округе вообще ничего никаких намеков на цивилизацию но там какой-то вот он да что ж где там подъезд к ним ура я достиг своей цели вот это ликийская тема высеченные в скале помните так начнем с того что вход стоит 10 лир я у них узнал про full музеем тикет хоу мач сказали что нет и существует полный музейный билет по всем достопримечательностям но сюда он не распространяется скажу подводя итоги с этой десяткой я потратил пятьсот двадцать пять лир на все музеи вот эта фишка ради которой я вот это вот сюда вот ехал на подъеме этой высеченной в скалах гробницы слева стоят саркофаги просто огромные но я думаю все таки их сюда поставили вряд ли они в таком состоянии простояли столько тысяч лет где-то валялись их просто восстановили погнали посмотрим эти гробницы нечто подобное я уже видел и мы с вами уже знаешь они не глубокие должны быть просто ниша да так и есть ниша где лежали судя по всему возможно даже раз два три дела но тем не менее представляете что это сделать какой-то труд сколько усилий и топорно это вот уступчики места для тела раз засунутая мокрый мокрый течет даже быстро осмотр завершать тоже три раз отделение 2 как в поезде ну а с этой стороны уже такие маленькие и но тем не менее смотрите то есть не просто взяли рубанули дырку и похоронили троих человек а вот постарались по поводу всего этого не зря говорят культура ликийская культура культура всегда оставляет след я фоточку конечно для instagram фейсбук запилил очень много будет интересная периодически периодически выкладываю посты о самых интересных местах хлоу а турки шкафы хоу матч ваншуга бонусное место я когда хожу я шлем в основном в основном оставляю на мотоцикле турки уже в европе двигаю по направлению из миру я не буду заезжать в маленькие городки дай какие маленькие даже в крупные вот алю денис ребят за этим обалденные пляжи наслышан все супер класс лагуны просто потрясающе но я не хочу я пока накупался меня и так кожу сушит я вроде обмываю эту соленую воду я уже черного цвета но не от грязи от загара и я думаю пару дней можно сделать паузу потом перед выездом с турции заехать на море покупаться так что я мармарис чё там еще за города гальян дэламан фетхи я там был да я их объезжаю я я хочу найти инжир я видел что в этом регионе его выращивают и его достаточно много сейчас попробуем вот этот вот такой вот он ребят 10 лет беру черный ну тут нет килограмма хочу 10 лир это полтора доллара это дешевле чем черногории там 3 доллара в 5 часов вечера в шлеме что в сауне и еду мне уже башка гудит 5 часов 39 я маленькими перебежками не угореть окончательно от этой жары три раза вырубала телефон просто дух что-то я родников так и не встретил поэтому пришлось купить водичку полторушечку на заправке две с половиной лиры это 35 центов это нормальная считается на а знаете на что я обратил внимание я обратил внимание что я не смотрю под ноги я не ищу глазами ямы вот это конечно облегчение просто валишь валишь я на турцию оставляю два дня у меня планы на болгарию и румынию там и там по два дня и домой как раз я в неделю вкладывать так есть шанс куда-то свалить на вершине здесь вообще одни камни я спускаюсь куда-то дальше я не знаю правда куда и будет ли там мест начинаются традиционные у меня вечерние шатания я вам рассказывал турция это капец какой-то посмотрите что творится то все я блуждать не буду я сюда заезжаю разберемся все нормально правда я проехал ферма помер вроде не сильно маня я нашел место хочу тут за чекинец и мест больше нет почему именно сюда заехал ада окей вы поняли движ образовался вот скажите смотрите поле какое ты чё никуда больше заехать капец какой-то а я рвут дальше через кучи навоза х раскиданного по асфальту я по-прежнему блуждаю то какие-то псы огромные тут цыганский табор то какие-то мопедисты то машинисты съехал как-то в дебри блин за мной машина едет какого черта но интересно я вам скажу это вам не автобан это прикольно так добавляет такого драйва я чуть-чуть подожжил вот положа руку на сердце скажу вам честно вот по светлым вообще хрен бы заехал бы на такое место поле выкашенное с такими сухими штырями а вот за деревьями сразу и дорожка дорога упирается в озеро где они мотаются жик проехал они полночи туда-сюда туда сейчас все утро что за движуха а еще по-моему мне кажется у них там дальше караоке бар или это мне приснилось на что-то ночью такое было сумасшествие но я спал вообще как убитый я уже устал сегодня 29 сейчас скинули ссылку о том что венгрия 1 сентября закрывает границы для иностранцев в это означает что под вопросом может подтянуться и румыния болгарю то я зайду я успею поэтому я думал там на пляжике еще денечек в турции меня я рисковать не буду я сейчас за два дня двигаю и должен войти в румынию раз выхватывает стоит полиция выхватывает машинки нужны образовалась небольшая пробочка но это все без проблем вы все прямо вы пожалуйста припаркуйтесь на обочине прошел соточку даже нечего мне вам рассказать пейзаж скучен и однообразие скукотища дико а ну-ка мотоциклисты равняются с вами турок harley-дэвидсон но это единственное что произошло за эти 100 километров добро пожаловать в чанакале город с пробками но походу это очередь на паром и чтобы на нее заехать это надо так вот круг сделать ее мои указатели стоят да так а ну мы зайдем с этой стороны или меня тоже сюда не пустят смотрите полис полис hello hello excuse me а вот вот окей санки варимать зря объезжал мопедисты вообще через забор пролазят в щель а чувак на гейсе вообще по тротуару только что справа объехал и втиснулся куда-то туда тот приоритет который здесь у двухколесного транспорта я думаю это было бы без проблем полицейский сказал что я могу смело вот так вот сделать только кофрами надо не втулить особенно на вот таких вот крутых виражах нормально прохожу келит бахир чуть-чуть проехать сейчас мы машинки выпустим местные парни не терпеливые такие как жужики сразу раз 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 ломанулись но я туда же сразу на съезде с парома или на въезде в паром можно набрать водички нужно набрать водички какой же это кайф ехать по пустым дорогам особенно по побережью боль моря я пью кофе мне километров 300 ехать на бензин оставляю деньги и смотри сколько могу потратить теперь моя задача найти сувенирные лапки а я хочу домой себе взять такие вот чашечки металлические такие резные красивые которых кофе здесь подают все для собак колбаса метла вода ведра хорошо все из парикмахерская все есть чашек нет я уже даже в подвальчик спустился хэллоу нету ничего даже в торговом центре пошарилась у меня такое ощущение что этот город рассчитан на местного туриста здесь даже магнитики нигде не продают а с центральной улице с торговой шаг вправо шаг влево уже таких начинается трущобы глухомантик стиля много очень много текстиля наверное останусь без сувениров с турции но здесь я движусь вдоль побережья сейчас вообще выйду к морю здесь очень много различных вот отельчиков апартаменты или как они там называются во дворах очень много припаркованных машин может она и недорого я все-таки с палаткой здесь на крайний случай он съехали люди в оливковую рощу вдоль моря стали или он сюда он поехал то есть это совсем туго то всегда можно что-то найти так вот он за камыши стал кстати если чего так и сделаем вот тут и пикничок себе там мяско жарят отдыхают на подстилках ну положа руку на сердце вот здесь вот здорово вот этот вот участок дороги интересный я уже не ожидал здесь среди скал его увидеть отель сейчас пойдем на разведку что нам тут скажет пройдусь узнаю я думал тут дичь полная еду 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 горы какие-то а тут движение люди тусуются машины приезжают уже там 3 сюда поехал оказывается место то популярное это просто а какой-то аншна это не просто кемпинг это зона отдыха здесь только машины я даже не знаю куда припарковать мотор тут просто народу столько я говорю голливуд вас и моя задача вот сюда вот запереться между машинами столбом короче деревом я очень сильно сомневаюсь конечно что это мне подходит потому что я надеялся что здесь будет хотя бы пляж не подумайте что я варю воду качаю качели но смотрите в таком количестве людей это просто нереально просто нереально я поехал найду место на пляже но у меня все традиционно я вечно найду себе на ночь приключений и сейчас я так понимаю до 9 часов наверное 5 на таких дорогах это будет сложновато конечно ему придется помотаться нормально еще и тут можно ехать 45 что едешь 40 дорожка вьется то серьезно так ходу вон туда вон туда вот справа такой маленький маленький полуостров посмотрите я под конец открываю новые классные дороги и маршруты у по ну вот 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 она грунтовочка так направо налево давайте начнем слева кемпинг смотрите с палатками люди справа слева тоже просто с утра солнце такое будет фигачить а там дофига людей слева просто там тьма их самые все блатные места под деревьями жулики заняли безобразие я вам говорил что турки прибиты на всю голову просто среди ночью так врубилась музыка а вот за что я и не люблю общественные места даже там где free camp существует великая вероятность того что вы не отдохнете не поспите слышите 6 утра можно еще поспать никто никуда не спешить эти клоуны свои тазики таскают собираются айла ла ла эхо над морем очень как бы переночевать можно здесь камень грунт такой тяжелый очень очень много мусора здесь все засрано и по всему периметру там вот машины стоят много людей но вы ночью слышали там вообще автозвук дискотеку врубили такую и здесь море не очень комфортно здесь большой камень огромный и сейчас на данный момент очень сильный ветер и вряд ли здесь кто-то купается поэтому я думаю что я надолго здесь задерживаться не буду тем более запас пресной воды которая набрал в четыре часа четыре с половиной литра уже меньше двух остается то умыться зубы почистить и все вода заканчивается либо оставлять палатку ехать искать воду либо просто двигать дальше до ближайшего крупного города а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь надо с машины выходить Вот так вот подходите и 5 минут все вопросы решены Гоу Болгария! Ничего, тишина! Говорит, давай-давай! Гоу! Подняли мне шлагбаум Сказал, давай-давай! Проехал я брод Помыл чуть-чуть колеса Ага, вот основной пункт Зеленую карту спросили Ну и нас с точки зрения не просрочена ли она у меня А у меня она на 2 месяца А теперь у нас таможня Хеллоу! Какая-то фигня Мотор ставь Тест? Или что здесь происходит? Так, рассказываю расклады Вот этот медицинский домик Заполняешь бумажку Самое простое, самое элементарное Ставит дату и говорит У вас 8 часов На пересечении Болгарии Так, тут, тут, тут Тут никого Все, чао! На пересечении Болгарии Говорю, как 8 часов Вот так, 8 часов Я говорю, а если машина не успевает Что будет? Она Глобо Что такое Глобо? Она там переводила, переводила Говорит, деньги Это деньги Говорю, сколько денег? 500 тысяч левого Она сама не знает Вот и я думаю Если она сама не знает Сколько штраф То может такого-то и штрафа-то нет А вдруг впаяют штраф Ну нафига мне эти расходы? Я и так тут переживал Что буду выезжать с Турцией Мне что-нибудь там На радаре где-нибудь Напиликают Потому что, ну реально По населенным пунктам я Топил И чтобы спать спокойно Я проложил маршрут До Руссе Мне показывают 5 часов 10 минут Сейчас 5 часов 13 минут Короче В 10 часов вечера Это если я буду ехать И не останавливаться Я должен быть на Руссе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok